МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушая мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции Репортер 73 итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Область в снегу. Этот год надолго запомнится щедрой на осадке зимой. Циклоны роняют на улице дворы снег, дворники от усталости роняют лопаты. Муниципальные власти свой авторитет. Каждую осень дорожники на призыв губернатора «Будь готов!» отвечают «Всегда готов!». И каждый год жители городов, поселков и деревень недоумевают. Готовы к чему? Это Россия. Это зима. Говорят, в Америке до сих пор показывают про нашу родину развесистую клюкву. Мужики в ватниках с балалайками, медведи на улицах, водкой рекой и снег. И все это, конечно, предрассудки, кроме последнего. Вот какие ролики на YouTube стоит смотреть местным чиновникам, раз сами за столько лет так и не поняли. Погода в России сурова. С утра в регионе ограничено движение пассажирского транспорта по большинству федеральных и муниципальных направлений. На центральных улицах Ульяновска грейдеры заметили ближе к обеду. А в час пик водители и пассажиры добирались до работы, плывя по снежной каше. Пешеходы же протаптывали тропинки в сугробах на месте тротуаров. Моя коллега Маргарита Матюшинская добралась до работы без опоздания и сразу же отправилась фиксировать все происходящее. Ей слово. Погода на улице сказочная, но для ульяновских дорожников эта фраза звучит больше как сарказм. Работа у них явно прибавилась, и они с ней не справляются. Дороги чищены хорошо только если в центре, а тротуары просто заваливают. Город утопает в снегу. В области объявлен оранжевый уровень опасности. Везти продолжат до полуночи, сообщает региональная МЧС, прогнозируя до 20 миллиметров осадков. Днем в Ульяновске вставали трамваи. На въезде в город машины. А вот машины дориемстроя стали заметно ближе к обеду. С утра снег ворочали в ручном режиме. С 7 утра вот никак, видите, не разгребу. Никак не могу. Все занесено, разгрести никак не можем. Один не справлюсь, боюсь уже точно. В одиночку я боюсь, я не разгребу столько снега. Я была на Радищево, там ужасно. Даже около законодательного собрания не чищено. Так что везде так вот. По-моему, не очень хорошо. Наверное, не успевают просто. В городских службах кадровый голод доложили ответственные чиновники. Лопаты на готове, некому их брать. Возможности выставить большего наряда сил нет. В дориемстрое кивают на пандемию. 30 водителей и механизаторов на больничном. Нагрузка на оставшихся возросла кратно. Днем мы запланировали выход по порядка 90 единиц спецтехники. Из них привлечены будут порядка 15 единиц. Основной упор сейчас сделан на очистку магистральных автодорог. Несмотря на запрет движения пассажирского транспорта по областным дорогам, один рейсовый автобус на маршрут вышел и попал в ДТП в Теренгульском районе. Машина перевернулась на бок. В салоне находились 10 человек. Пострадали трое. Предварительная причина аварии – невнимательность водителя. Не время витать в облаках, хотя авиасообщение, как и железнодорожное, открыто. До 15.00 наша гавань ведет очистку взлетно-посадочной полосы. И при удовлетворительных погодных условиях вечером мы планируем принять оставшиеся рейсы, которые планируются по расписанию. Плохая видимость на дорогах, в домах отключение света. Налипший снег оборвал провода. 900 человек в Барышском, Старомайском, Ульяновском районе с утра живут в туманном сумраке. Почти 700 домов без электроэнергии в Меликесском районе. В Димитровграде пострадали не только провода, но и машины. На них под тяжестью снега упало 12 деревьев. Также бригада выехала аварийно. Также их восстанавливали в центральном районе города. В основном район горки. В каждом районе у нас зафиксирован случай. В борьбе с последствиями непогоды задействована вся спецтехника региона. Но мощности недостаточно. Все внештатные ситуации обсудили на экстренном заседании КЧС в правительстве. Даже сегодня мы все вместе с вами ехали на работу и поняли, что не все так хорошо и не так оперативно убирается. Поэтому давайте мы посмотрим на будущий год, что необходимо сделать, чтобы обновить парк, либо добавить еще единицы. Дополнительно. Непогода пришла к нам, как ни странно, с юга, с Черного моря. За последние два дня в Ульяновске выпало 70% осадков от месячной нормы. К началу следующей перейдем за все 100, уверены синоптики. Сегодня ночью интенсивность снега снизится, за исключением за Волжье. Днем завтра ожидается преимущественно небольшой снег. По югу и за Волжью умеренно. Глава Ульяновска обратился к руководителям организации пораньше отпустить сотрудников с работы, чтобы более или менее комфортно добраться домой, преодолев снежные препятствия. Баргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Социально ориентированный, дефицитный. Стоит сказать эту сакральную формулу и любой в Ульяновской области понимает. Речь пойдет о бюджете. Головная боль администрации Ульяновска о нехватке дорожной техники в скором времени может утихнуть. Область получила почти 5 миллиардов федеральных средств на нужды местной казны. Казалось бы, большие деньги, но в парламенте разгорелись споры, какие расходные статьи бюджета требуют финподдержки в первую очередь, а какие могут подождать. При этом депутаты все-таки прислушались к словам губернатора, попросившего рассмотреть этот вопрос максимально собрано и консолидировано. Так на что тратим в первую, вторую и третью очереди? Ответ в нашем следующем материале. Сумма полученных на развитие региона СЭЦ более 4 миллиардов рублей. В частности, более 1 миллиарда рублей будет направлено на развитие регионального образования. Внимание к школам логично и понятно. В июле прошлого года президент поставил задачу провести капитальный ремонт образовательных учреждений в ближайшие 5 лет. Именно поэтому в Ульяновской области 175 миллионов направят 6 школам в сельских районах. Всего же по строке ремонта образовательных учреждений пройдет почти 398 миллионов рублей. Также хотелось отметить, что 311 миллионов рублей направляется непосредственно на Министерство здравоохранения, а это и на территориальный фонд медицинского страхования, погащение кредиторской задолженности, строительство и разработка правительной сметной документации на ФАПы. Своей добавки дождалась и одна из самых проблемных отраслей – жилищно-коммунальное хозяйство. Инженерные системы и сети изношены, требуют замены. Здесь дополнительные средства, как всегда, кстати. Более 460 миллионов рублей выделены на систему ЖКХ. Это деньги именно из тех полутора миллиардов, которые мы заключали дополнительные соглашения, что будут выделены на ЖКХ. Эти деньги прежде всего пойдут. Ну, 150 миллионов – это корпорация развития, почти 140 миллионов – это облводоканал, 100 миллионов – это фонд модернизации. Продолжаем подсчеты. Полтора миллиарда направят на развитие дорожной деятельности и рынка газомоторного топлива. Еще почти 635,5 миллионов получит сельское хозяйство. 300 миллионов – на транспорт, 240 – на мероприятия, связанные с проведением противооползневых работ. Строительная отрасль получит дополнительно 319 миллионов рублей. Изменяются госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья, в частности, на 99 миллионов увеличивается сумма на эти средства. 100 миллионов выделяется на обеспечение жильем детей-сирот. И более 38 миллионов выделяется на снос зданий и помещений, из которых уже перельсены граждан. В целом же область уверенно держит финансовый курс. Это подтверждается регулярными поступлениями траншей. Работа с федеральным центром ведется непрерывная. Помимо этого, перед областным Минфином, законодателями и Кабмином стоит не менее важная задача – наращивать собственную доходную часть региона. Уже результаты начала года, января, показывают неплохую положительную динамику. И те изменения в этот бюджет, которые касаются именно налоговых доходов, будущих прогнозировок, которые увеличиваются, они уже, по сути, подкреплены фактически поступившими доходами. Мы увеличиваем доходную часть почти на 900 миллионов рублей. На заседании депутаты большинством голосов распределение финансовых средств поддержали. Документ принят 29 парламентариями. Работа продолжается. Запущено множество профильных программ, в которые планирует попасть регион. А каждая такая программа обязательно будет обеспечена федеральным финансированием. Огонь, вода, в нашем случае снег и не очень хорошие трубы. Год начался со стихийных бедствий техногенного характера. Если еще пару недель назад Ульяновск тонул в коммунальных авариях, то начало этой ознаменовалось целой чередой огненных ЧП. Пожары один за одним, то в самой столице области, то в районах. Разные причины, различные масштабы и последствия. Вера Мещерякова продолжит. 9 тысяч квадратных метров в огне. Очередной крупный пожар случился в селе Янганаево Чердоклинского района. В пятницу в начале седьмого утра пламя охватило цех по производству дверей. В 6.28 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Происходило горение по всей площади. 7.34 пожар локализован. Пострадавших, погибших нет. Угрозы населения живым домам отсутствуют. В тушении участвовали 62 огнеборца и 18 пожарных машин. После того, как удалось одолеть разбушевавшуюся стихию, пожарные еще долго ликвидировали последствия ЧП. Что стало причиной, еще предстоит выяснить специалистам. В случае с пожаром на улице Автозаводской причину назвали почти сразу. Здесь постоянно что-то горело, не единожды тушили мусорку, спасали гаражи. Перед самым Новым годом, 30 декабря, вспыхнул подъезд в одном из домов. В тот раз потушили быстро, в этот боролись с огнем всю ночь. И на кону стояла уже несохранность материальных ценностей – людские жизни. Сначала я увидел, как со второго этажа приземлился в сугроб сосед в одних трусах. И забегал тоже по улице с криками. И в это время мне как раз удалось оторвать решетку. Сама квартира, где жили Дмитрий и его супруга Татьяна, пострадала больше не от пожара, а от тушения, залита водой. Но дом больше не пригоден для жизни. Весь второй этаж, зияющий чернота, сгорели лестницы, перекрытия. Подозреваемого в поджоге сразу трех жилых домов задержали на вторые сутки после случившегося. Им оказался ранее несудимый 38-летний житель одного из пострадавших от пожара домов. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он поджег мусор во дворе, а затем подъезды в трех домах. Жильцы, которые проживали в жилья доме, отказались от комнат из манерного фонда. Они все просят, чтобы была отдельная квартира. Еще один крупный пожар на улице Транспортной оставил без крыши над головой две семьи. Все случилось вечером 30 января. События развивались молниеносно. Пламя буквально за секунды объяло жилое строение, вытеснив людей в безопасный, как им казалось, деревянный сарай. Горит, да, дом реально горит. Возле дома где-то вот здесь стояло человек десять. Кричали, якобы, вот, там люди кричат о помощи. Полицейские первыми из всех экстренных служб, оказавшиеся на месте, ринулись сквозь огонь. Помимо взрослых, в деревянной постройке было двое детей, которых лейтенант Расул Куряткин и старший сержант Ильдар Суслин перенесли в патрульную машину. После передали медикам. К счастью, везде обошлось без жертв, но, увы, не везде без пострадавших. Зима, как постоянно напоминают в МЧС, сезон не менее пожароопасный, чем лето. Исключая злой умысел, получаем неосторожное обращение с отопительными приборами, газовыми колонками и другие издержки вопроса комфорта в быту. Невнимательность может дорого стоить, и речь вовсе не об утрате имущества и жилья. Человеческая жизнь бесценна, а потерять ее в разбушевавшейся огненной стихии – секунда. Но перед лицом опасности и когда все позади, проявляется и все самое ценное в самих людях. То количество откликов от знакомых и незнакомых людей, от тех, кто знал и не знал нас, которые мы получили, такое количество заботы, всем низкий поклон. Региональное управление полиции возглавит полковник Максим Петрушин. В конце января на эту должность его назначил Владимир Путин, а накануне в режиме видеоселектора руководству ОМВД России по Ульяновской области Петрушина представил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Колокольцев отметил, что вся биография Максима Петрушина, включая получение образования и профессиональное становление, связана с Поволжьем. После окончания средней школы милиции он начал работать оперуполномоченным в своем родном городе, в отделе Нижнеломовского района Пензенской области. Прошел все ступени служебного роста, хорошо знает, как правильно выстроить деятельность подразделений районного звена. Максим Юрьевич, желаю вам успехов и считаю, есть все основания полагать, что при поддержке веренного личного состава, коллег из взаимодействующих структур, вы справитесь с этими и другими возложенными задачами. Товарищи министры милиции Российской Федерации, подражаю свою благодарность за оказанное невысокое доверие. Обязуюсь полностью обрадать. Федеральный министр отметил, по линии МВД в Ульяновской области стабильная ситуация, но остаются вопросы, требующие повышенного внимания, в числе которых противодействие IT-преступности, так как для граждан эта тема является крайне чувствительной. О дольщиках и скандалах вокруг жилья. Семь проблемных домов достроят и сдадут в Ульяновске до конца этого года. До конца 2023-го все оставшиеся. Сроки поставил Алексей Русских в начале января, указав застройщикам на недопустимость ставить крайним сроком ввода четвертый квартал. Таким образом, сдача сдвинется на 2024 год. В итоге все графики переделали под сдачу не позднее второго квартала будущего года и поставили на жесткий контроль. Что бывает с теми, кто берет на себя обязательства, но не выполняет их, на этой неделе показали в Железнодорожном районном суде. Экс-депутат Ульяновской городской думы, владелец строительной фирмы «Строительная корпорация» Николай Абрамов осужден на 6 лет лишения свободы. Бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения при строительстве многоквартирного жилого комплекса «Лидер» в Ульяновске. Отметим, это самый большой срок, который получали руководители компании в Ульяновской области в аналогичных ситуациях. Более 480 миллионов рублей, по информации, собранной следствием, похитил удоверившихся ему дольщиков Николай Абрамов, обещав квартиры в новом доме, строительство которого началось в 2013 году. Сегодня жилой комплекс «Лидер» на улице Розы-Люксембург в списке печально известных недостроев Ульяновска. Фактически он выводил денежные средства дольщиков через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование. Всего от его противоправных действий пострадало 293 человека. В частности, из этих денег, по версии следствия, Абрамов оплатил изготовление для себя значка депутата Ульяновской городской думы, в составе которой числился три срока подряд. Приговор оглашали трое суток. В итоге судье пришлось добиваться внимания осужденного к процессуальным действиям. Вам назначено, что он назначен наказанием в виде решения свободы, срока на 6 лет. Вам все понятно? 9 лет недостроенный дом напоминает о мошеннических схемах, которые сегодня уже вряд ли возможны. 10 суток есть у Николая Абрамова с момента получения копии приговора на обжалование решения суда. 6 лет колонии, определено по закону, есть время подумать, что и когда было сделано не так и как в будущем не переходить черту. Герой следующего сюжета Владимир Грачев в свои 76 внезапно превратился в пенсионера Шрёденгера. Все начиналось как обычно. Отправился в банк забрать пенсию. Услышал неожиданную для себя новость. Денег выдать не можем. А узнав, почему задумался, действительно при таком раскладе, зачем они? По всему выходило, что бренная жизнь закончилась и он уже документально мертв. Хотя по факту жив и здоров. В общем, как знаменитый код не менее знаменитого ученого существует в обоих состояниях разом. Все зависит от того, как оценивать ситуацию. Пенсионер оценил как оскорбление и начал искать правду. Я жив. Но этой фразы мало. Чтобы доказать, вроде бы очевидный факт. Мертвые не приходят в банк снимать пенсию, не беседуют с корреспондентами. И тем более, никого не уверяют, что они на самом деле живы. С юридической точки зрения, возможно, всякое. И ситуации случаются порой, даже противоречащие здравому смыслу. Грачев Владимир Валерьевич буднично пришел в отделение банка, в который обращался много раз. Забрать пенсию. Случилось необычное. Деньги Владимиру не выдали и отправили в МВД. Мол, паспорт недействителен. Пришлось отправиться туда. Проверили по компьютеру. Мне сказали, паспорт действительно, никаких вопросов не должно быть. Я обратно обратился в банк. Банк мне обратно говорит, у вас недействительный паспорт. Потому что у вас как бы вы и есть, и как бы нет меня. Я говорю, я что, помер? Они улыбаются. Отправился обратно в банк. Уже в третий раз. Сотрудники непреклонно выдают одни и те же ответы. По нашим программам у вас паспорт недействителен. То есть мы звонили в службу поддержки. И действительно сказали, что по недействительному паспорту мы вас не можем обслужить. Давайте попробуем в полицию позвонить. Давайте попробуем в паспортный стол. С одной стороны, банкир правы. Получение карты, открытие счета, оформление кредита, внесение или снятие денег через кассу банка. Все это требует наличия паспорта. Если он недействителен в обслуживании, могут отказать и отказывают. Но в МВД со слов Владимира утверждают, что паспорт в порядке. Может ошибка базы данных? Не ясно. Если банк никак не идет на уступки, юристы советуют потребовать письменный отказ. Дальше обращение в службу защиты прав потребителей. Нужно обращаться с претензией в банк. Если они не предпримут никаких действий, то тогда нужно будет уже обращаться в суд. Если человек является льготной категорией граждан, он столкнулся с такой же ситуацией, то он может обратиться к нам со всеми документами, то есть, например, с пенсионным удостоверением, с паспортом, и мы окажем ему бесплатные юридические услуги. В банке неожиданно выяснилось, что Владимир и правда мертв. Юридически. Вот я сейчас обратился по сайту, где говорят о том, что у меня паспорт не действительный, и меня в живых уже нет. Поехал разбираться в паспортный стол и запутался еще больше. Все нормально по компьютеру посмотрели. Ну, говорят о том, что с Ростовской области, с города Волгодонск, как бы поступила такая заблокировка. Я 20 лет как переехал в Волгодонск, в Ульяновск, и проблем не было. Но спустя 20 лет проблемы все же настигли. Вот такая загадочная ситуация приключилась с обычным жителем Ульяновска. Владимир Грачев работал водителем в строительной фирме. Строили новый город в Тольятти, в набережных Челнах и в том самом Волгодонске, откуда тянется запутанная цепочка. Осталось непонятно, почему лишь спустя 20 лет паспорт сделался недействительным. Ведь до 2022 года Владимир спокойно его везде использовал. Пока внятно, никто ответить не смог. А Владимиру удача в восстановлении документа. Не каждому дано в жизни побыть и живым, и мертвым одновременно. Павел Петриков, Юрий Давыдов, репортер 73. Анкологические заболевания были и остаются одной из самых частых причин смерти в мире. По официальным данным, в России в минувшем году насчитывалось 3 миллиона 700 тысяч больных раком. Смертность от патологии выросла за 5 прошедших лет более чем на 14%. В год страна теряет до 300 тысяч человек. Наиболее распространенные патологии, убивающие пациентов, рак легких, печени, толстого кишечника, желудка и молочной железы. 4 февраля весь мир отмечает День борьбы с онкологией. В этот день в Центре общественного здоровья прошла акция «Будущее без рака», призванная напомнить о важности своевременных и регулярных обследований. Подробности в нашем следующем сюжете. Перед зеркалом, лежа, в душе, то есть раз в месяц, на 6-й, 12-й день нужно смотреть в себя саму. Это первейший шаг к заботе о себе, о котором врачи и мамологи не устают напоминать. И если есть хоть малейшее подозрение на непорядок со здоровьем, визит к врачу строго обязателен. Женщина, которая находит у себя уплотнение в молочной железе, нужно пройти к гинекологу. Это самое простое, так скажем, первичное свито. Женщина идет на прием к гинекологу, гинеколог смотрит и в зависимости от возраста назначает скрининговые следы. Это либо УЗИ молочных желез, либо маммография. Наталья – постоянный визитер онколога маммологических кабинетов. Непонятное новообразование впервые обнаружила 8 лет назад, но врачи до сих пор так и не поставили точного диагноза. Регулярные обследования помогают держать ситуацию под контролем. Конечно, все-таки это такое беспокойство вызывает, поэтому лучше уже у врача, чтобы знать, что это такое. Мне дети в интернете увидели, мне прислали, я позвонила, записалась. Наиболее подвержены появлению злокачественных новообразований женщины от 40 лет. Сказывается гормональная перестройка. Влияют и наследственность, и образ жизни, и состояние эндокринной системы. Не сбрасываем со счетов и более юных пациенток. Следить за здоровьем лучше начать раньше. По Ульяновской области за 2021 год на ранних стадиях, то есть это первая-вторая стадия, выявлено около 70%. Это достаточно высокий процент. То, что касаемо третьей-четвертой стадии, там выявлено где-то 25-27%. 45% злокачественных новообразований выявлено на профосмотрах. Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать возможностью пройти ежегодное обследование. Задача как можно скорее найти и обезвредить силами современной медицины коварного врага. Я увидела объявление о том, что в Центре общественного здоровья будет проходить подобная акция, которая, собственно, заключается в приеме онколога-мамолога. К сожалению, сейчас общая обстановка сложная, и поэтому попасть к таким специалистам не всегда легко. И думаю, что воспользоваться такой возможностью – это не то, что наши права, а это, собственно, наша обязанность. От акции к акции мы видим большую активность людей. И не просто, допустим, в обследовании, в приеме у врача. Мы ведь попутно всегда говорим о правильном образе жизни, о здоровом питании. У нас здоровая противораковая тарелка, которую тоже мы постоянно об этом говорим. И люди нас слышат больше и понимают сейчас больше. По самой свежей статистической выкладке в Ульяновской области выявлено 566 новых случаев онкологии молочной железы. 95% приходится на женщин. Да, все правильно, а мужчин это заболевание тоже касается, хотя более мужским считается рак легких. Словом, рак сегодня обозначается более 100 болезней различных органов и систем. Универсальной таблетки не существует, но игра на опережение поможет спасти жизнь. Есть такое мнение, что онкологические заболевания – это бич технологически развитой цивилизации. Действительно, эксперты во многом обуславливают выявление все большего числа новых случаев влиянием технического прогресса. Но нельзя сбрасывать со счетов, что раньше выявляемость как раз таки и хромала. При сегодняшних условиях развития медицины онкологические патологии можно выявить на ранних стадиях и своевременно и качественно получить медицинскую помощь. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. Дистант для школьников в регионе продлили еще на 7 дней. Напомню, решение о непосещении занятий очно было принято на всю текущую неделю, а также включая понедельник следующий. Репид-обстановка неблагоприятная. Штамм «Омикрон» показал – заразный настолько, что косит целыми рабочими коллективами. Вспомним «Дорремстрой» и ЦК «МСЧ», например. Никуда не делись и привычные ОРВИ и грипп. Среди детей от 7 до 14 лет уже подтверждено 7,5 тысяч заражений. От 15 до 17 лет – 3300. Коронавирусом в Ульяновской области болеют около 200 детей от 7 до 17. Неудивительно, что профильное министерство оставило школьников за мониторами вплоть до каникул. Для тех, кому сидеть в четырех стенах претит, но и болеть не хочется, остается выйти на улицу и уйти. Куда подальше от людских масс. Например, в лес, на лыжах. Благо снега достаточно. Или поехать в центр города покататься с гор. Неизвестно, как по России, но в Ульяновский горнолыжный спорт вышел из-за разряда так называемого элитного. Покупать сноуборд или лыжи не нужно. Тут все есть. Арендовать можно даже экипировку. На месте работают опытные инструкторы. Вы сами видите, сколько народу. У нас два учебных склона, то есть очень много детей, очень много взрослых. Те, кто хочет первый раз встать, попробовать, прежде чем ехать какие-то на большие комплексы, надо как раз приходить на такие комплексы, обучаться. У нас работает очень много инструкторов и по горнолыжному спорту, и по сноуборду. И то есть вы видите, сколько народу, всем доставляет массу удовольствия. Евгений, управляющий комплексом на этом склоне с 81-го года. Сам занимался горными лыжами, затем 13 лет тренировал. Сегодня его функции можно описать тремя словами. Чтобы все работало. Говорит, кататься прийти может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Главное, сразу научиться правильной технике и безопасной езде. Все зависит от подготовки. Если уже хорошая лыжная подготовка или калькобежная, то на горных лыжах можно за один час освоить более-менее катание. И дальше просто уже совершенствоваться. Если человек вообще на лыжах не стоял, да, ему долго, может, недельки две нужно хотя бы что-то начать. На выбор действует два учебных склона, подъемник и даже горка для тюбов. Есть шатер под размещение проката, он же место отдыха. Есть туалет и медпункт. Суть такого объекта, это ведь не только приходят сюда люди научиться. Вы видите, много того приходят просто посмотреть, отдохнуть, приводят своих детей и стоят. Они заражаются тем самым и сами, говорят, пробуют. Ведь наш президент говорит о том, что нужно довести занятия населения в России до 70% физической культуры. И не обязательно спорта, а именно физической культуры. Как раз вот такие комплексы, они и дают толчок к такому развитию. Развиваться будет и сам комплекс. В планах не прекращать работу даже в летнее время. Продолжать благоустраивать прилегающую территорию. Павел Патриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Фабрики «Элегант» требуются сотрудники. Швеи, портные, комплектовщики, термоотделочники. Можно без опыта работы. Обучение на месте. Оформление пот и КРФ. Достойная зарплата. Работа в центре города. Улица Радищева, 39. Телефон 58-68-50. Напомним телефоны 30-41-73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 30-40-73. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах. Инстаграм, ВКонтакте, есть и в «Одноклассниках». Подпишитесь и следите за актуальными новостями региона в своем смартфоне. Не успели посмотреть нас в эфире? Поможет Ютуб и, конечно, наш сайт. www.reporter73.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин